Друзья, добрый день! На связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital. Тема сегодняшнего видео «Кто может помочь в управлении инвестиционным капиталом?». То есть сейчас большое количество телеграм-каналов, блогеров, информации по поводу инвестиций, торговых сигналов, которые непосредственно ведутся. Я в данном случае хотел бы рассказать собственное видение по поводу того, с какими подводными камнями можно столкнуться. Почему, несмотря на то, что вроде бы позиционируются выдающиеся торговые сигналы, люди внутри этих торговых сигналов получают не совсем тот результат, который есть? Кто такие финансовые советники? Какая стоимость услуг финансовых советников? Когда стоит обращаться к финансовым советникам и почему? Что непосредственно я, какой кейс решил 5 лет назад и работаю в этом направлении? Я не являюсь финансовым советником. У меня опыт с 2005 года по 2017 год. Я работал в профессиональной индустрии, прошел путь от рядового инвестиционного консультанта до заместительного регионального директора крупнейшего брокерской компании. Кухню знаю, в принципе, все изнутри. И здесь постараюсь рассказать о том, какие есть подводные камни, какие есть плюсы, какие есть минусы, почему чудес не бывает, как ни странно. Смотрите данное видео до конца, особенно люди, которые считают, что где-то выберем какого-то гуру, который супер-пупер круто торгует, и я вот стану с ним мультимиллионером. И здесь тоже часто у меня возникает вопрос, когда человек говорит, слушай, вот человек предлагает, они делают 2% в день. Вот 2% в день, посчитайте по формуле сложного процента, насколько будет увеличение капитала, что если бы у людей была подобная машина, которая делает такую норму доходности, то через 3 года у них было достаточно денег, чтобы скупить и российский фондовый рынок, и азиатский фондовый рынок, и даже американский фондовый рынок. Давайте поговорим про это, друзья. И он говорит, слушай, что ты всем говоришь, доходность 20%, 18-20, ты же вот сделал мне 70%, почему ты о 70 не говоришь? И у меня был очень короткий промежуток времени, когда я просто, как говорят люди, покажи пруф 100%, 300%, 600%, то есть разрешение клиентов без имени, то есть просто с личного кабинета, снимок, аналитика, да, вот 600%. И у людей тогда возникает такое желание из разряда, тоже хочу и заплачу тебе любые деньги. И у меня в конечном счете, лично у меня возникла такая история, была просто очередь из людей, которые говорили, слушай, вообще проблем нет, сколько там, 300 тысяч стоит, год твоего сопровождения тогда стоит. Вот тебе 300, вот там мои 5 миллионов, будет 600% нормально, да, там с 5 миллионов будет 30 миллионов, проблем отдать 300 тысяч вообще никаких нет. Формирование ожиданий. То есть как только ты начинаешь показывать пруфы, у людей начинают формироваться ожидания, что у них будет все то же самое. То есть они не понимают, на основе чего такая прибыль сформирована, да, то есть человек, он считает, что с 5 миллионов 600% это классная доходность, но дело в том, что у человека эти 5 миллионов, это был рисковый капитал, рисковая составляющая его капитала с 500 миллионов. То есть для него эти 5 миллионов фактически, он же не видит всей структуры портфеля, да, то есть для него это 1%, если он их потеряет, он дивидендами там в 5 раз больше получит. И поэтому он может направить на это на рисковые операции. Но человек-то кладет свои 5 миллионов, у него весь инвестиционный портфель 5 миллионов, то есть при прочих равных условиях он должен не 5 миллионов положить в этот инструмент, а 50 тысяч. Я как финансовый советник не могу оперировать всем его капиталом в высокорисковых операциях, соответственно у него доходность ниже получается. Он говорит, а что доходность ниже, я же тебя заплатил, а что, с чего платить, да? 40% это мало. И поэтому получается, что любая история, когда продают пруф, это гон. Ну то есть человек, который сделал, и люди пытаются там к любой истории автоследования присоединиться, лично я считаю, что это чушь. Нужно присоединяться к истории зачем, зачем этот человек делает, да? То есть вот любому человеку, да, я считаю, что вот в описании стратегии условно должно быть, там что пишут, адепт Баффета, стоимоосновое инвестирование, инвестирую сам, помогаю инвестировать другим, у самого там небольшой объем портфеля. У меня вот, например, как я это объясняю, у меня все просто. Есть мои дети, есть желание дать им лучше мировое образование. Провели большое такое исследование. Сейчас получается, вот если брать Лигу Плюща в Америке, то средняя стоимость обучения, самого обучения от 220 до 330 тысяч долларов, получается, эта стоимость самого обучения, получения диплома, но тоже где-то в районе 100-120 тысяч долларов, это получается, если в кампусе жить. То есть на жизнь, на канцелярию, на визы, на страховки, на все-все-все. То есть дать самое лучшее образование, это примерно будет через 10-15 лет в районе 500 тысяч долларов. Вот 500 тысяч долларов по текущим ценам по курсу доллара, это получается где-то 50 миллионов рублей, это дать лучшее образование детям. У меня их 5. То есть мне нужно быть готовым к тому, что я должен там минимум 250 миллионов рублей по текущим ценам, да, без инфляции, быть готовым непосредственно отдать. При условии, что если курс доллар останется на уровне 100. И я смотрю, какие инструменты мне позволяют это сделать, да. То есть на основе моего опыта, на основе моей экспертизы, на основе того, что происходит в мире. И у меня есть одно большое зачем. Зачем? Чтобы дать лучшее образование. Зачем дать лучшее образование? Для того, что мои дети производили больше потребительской ценности для людей. То есть чтобы они создавали больше пользы миру. Если они будут много пользы создавать, проблемы денег, обмена, что отдаешь, что и получаешь, стоять не будет, да. И я не знаю через 30-50 лет, что будет мерой стоимости. Я не знаю, что будет с долларом. Я не знаю, что будет с рублем. Я не знаю, где будет и Россия. Но я знаю, что будут необходимы биоинженеры. Необходимы будут, я не знаю, творческие личности, которые создают что-то новое. И вопрос, какие способности есть у моих детей, какие есть у меня ресурсы для того, чтобы эти способности раскрыть. Если речь упирается в финансовые ресурсы, то это тогда к вопросу о том, что это позволяет сейчас сделать в мире самое лучшее. Вот так вот. Я нашел для себя путь, что недвижимость это не обеспечит, депозиты нет, облигаций нет. То, что может обеспечить транзит и прирост капитала в будущее, это акции. Сейчас я вижу очень высокие инфраструктурные риски, ограничился пока локально российским рынком. Именно для этой цели. Пока доволен тем, что времени прошло мало с 2018 года, получается сколько там, 5 лет с октября. И за эти 5 лет мы там уже ковид прошли, СВО прошли. У нас получается 2 года уже кризис из 5 был. При этом рынок 2 трети времени растет, 1 треть времени падает. И получается вот эта вот база, которая формируется. Я очень рад, что мы именно находимся в таком периоде, когда рынки закладывают очень большие геополитические риски, экономические риски. Но в долгосрочном периоде, в 10, 15, 20, 30 лет, они дадут свои сходы. То есть это опять история про фермера. Ты сажаешь семечко, ты сажаешь саженец, понимая, что плоды ты с этого дерева получишь лет через 15-20. Может быть даже не я уже получать буду, будут получать мои дети. Но они позволят на самом деле стать основой для развития интеллектуального капитания всей моей династии. Потому что опять-таки цель не просто потратить на образование, а еще там 500 тысяч долларов остается на то, чтобы это реинвестировалось. И я их тоже этому обучу. Любые кейсы, которые показываются, будь то сверхвысокая доходность, или будь то, когда вот я был такой умный, я сделал вот так-то, потому что человек... Но для меня лично здесь есть 2 вещи. То есть первая вещь, которая для меня вредна, у меня начинает расти гордыня. Есть слабость лично у меня, что когда вот или даешь выдающийся результат, или защищаешь от каких-то потерь, то возникает гордыня. По вере, по любой, да, это не самая лучшая история, но у меня есть такая слабость, и я ее знаю, поэтому я этого стараюсь не транслировать. Вторая история, когда я про это рассказываю, это ошибка выжившего. Это не моя гениальность. И ту историю, которую я вижу сейчас, когда создается куча каналов, мы заработали столько-то, есть отличная поговорка на Уолл-Стрит. Не путайте свою гениальность с растущим трендом. Все. И любые примеры, когда я сейчас смотрю, как продвигаются каналы, вот, если бы вы послушали этого, купили бы ДВМП и заработали столько, купили бы Совкомфлот, заработали столько-то. У меня эти все акции в портфеле давно есть. И я тоже могу за счет этого пиариться. Но я понимаю, что тогда ко мне приходят люди не за моим зачем. Они приходят не за инвестициями. Они приходят за эфемерным граалем, потому что этот же самый человек, помимо покупки ДВМП Совкомфлота, да, он еще кучу говна покупил, про которую он молчит и не рассказывает, да. И это не является его профитом и никогда не будет являться его рекордом. Он его никогда не покажет. Он будет показывать только то, что непосредственно выросло. И я знаю кучу причин, кучу примеров, когда люди приходят и разочаровываются. Почему? Потому что неправильное ожидание. Когда они делают выбор финансового советника на основе его результата в прошлом, то в конечном счете они просто очень быстро разочаровываются и начинают выбирать другого финансового советника. И хорошо, если этот опыт будет не столь болезненным для его капитала, для капитала клиента непосредственно. И в этом заключается основная трудность. Основная трудность донести вот эту вот историю. Я в Сколково, когда учился в «Тандемократии», был такой тандем в советском кино. Это режиссер Захаров и сценарист Горин. И они вот вдвоем создавали там очень классные фильмы. Тот самый «Нюнхаузен», «Обыкновенное чудо», «Убий дракона». Там очень крутые сценарии. Там классная постановка операторская, режиссерская от Захарова. То есть там такие смыслы достаточно большие. Современное поколение никто не смотрел. Я в последнее время всем советую посмотреть фильм «Убий дракон». То есть фильм снят, по-моему, если мне память не изменят, в 88-м году. Но ты его сейчас смотришь и такой... Блин, камон. Это 88-й год, насколько пророческий фильм был. И самая главная концовка. Ну, здесь спойлер будет такой. Там самое главное досмотреть весь фильм и посмотреть концовку. Что произошло, когда убил ли дракона. Чем это в конечном счете закончилось. И самый такой пост-криптум есть, когда дракон оказывается не убитый, а он просто воспитывает новое поколение, вместе с ними воздушных змеев запускает. Это тоже самая история, что ситуация в современном индустрии финансового консультирования, телеграм-каналов. Люди не имеют подушки финансовой безопасности, у них очень много страха, у них очень много жадности. И здесь получается история, что этим манипулируют. Показывают какие-то определенные профиты, не говоря или умалчивая о том, с какими рисками это связано. Или с какие убытки еще дополнительно были получены. А так как количество информации и того, что происходит с капиталом, ну просто люди смотрят, все разрушается. Цена на недвигу стабилизировалась, не растет. Она в ипотеку была куплена, когда росла. С долларами, что непонятно, еще год назад по 55 банки всем звонили, говорили продавайте свои доллары, их никто не покупал. Сейчас они стоят 100, что делать? По 100 уже не купишь. Акции вроде бы тоже выросли. И получается, что вот эта вот неопределенность очень много. Состояние оцепенения, да, и вот этот вот мозг рептилии, на него постоянно идет давление. То есть сначала СВО, потом санкции, потом ограничения, потом импорт, потом бензин вырос в цене, да. И вот они бедные шарахаются, куда бы мне там со своими 500 тысячами, с миллионом, куда бы их пристроить, чтобы это было по-честному, да. И в итоге появляются каналы. Ради интереса был подписан, брал эксперимент один месяц, да, каналы, которые есть. То есть, начиная от классического разгона, когда люди просто разгоняют бумагу на неликвид, то есть покупают сначала самостоятельно, потом дают на большую аудиторию там в 300-400 тысяч человек сигнал. 300-400 тысяч человек пускай купили эту акцию неликвидную там, купили на 10 тысяч. Резкий рост объемов торгов, цена взлетает, да, кто-то на этом зарабатывает. Я могу рассказать даже, кто зарабатывает и как зарабатывает, вопрос зачем, да. А потом они что говорят? Они говорят, а вот мы тогда говорили покупать, а вот она сейчас стоит столько-то. А вот эти вот X10 концов, кто-нибудь, хоть кто-нибудь заработал, что-то никто не зарабатывает. Поэтому это вопрос просвещения, да, почему и создан канал, почему старались это рассказывать, описывать, объяснять. И здесь нужно понимать, что очень хорошим решением может быть увеличение горизонта инвестирования. То есть увеличение горизонта инвестирования позволяет вот это вот... В России, особенно в России, люди себя переоценивают на коротком промежутке времени. Ну то есть я хочу расти в X2 в год, но никто себя недооценивает в длительном промежутке времени. На длительном промежутке времени, то есть если ты будешь расти там условно на 20% в год, ты X2 сделаешь там за 3 года, но стабильно, без рисков. А чтобы сделать X2 за год, ты должен взять на себя чрезмерные риски, 50% вероятность того, что ты все потеряешь. Готов на это идти? И люди говорят, да, готов. И больше половины теряют, а потом говорят, что кто-то виноват. И здесь опять-таки увеличение горизонта инвестиций позволяет принимать другие совершенно вещи. Более мудрые, более взвешенные, долгосрочно играющие. Потому что если ты покупаешь акцию на 20 лет, это не будет компания, у которой высокая кредитная нагрузка, у которой не растет выручка. И есть у нас там фамилия Лосенник, да, когда покупают компания с отсутствующей прибылью, чистой прибылью, размывающимся долем акционерного капитала, просто потому что она упала и будет ракета, если растет хотя бы на 50%. Опять подход фермерский или подход охотничий. То есть есть люди, кто работает, кто проработал инвестиционным консультантом где-нибудь в банке или в страховой компании, он выходит, платит деньги, входит в СРО, его вносят в список финансовых советников, он, соответственно, может оказывать соответствующие услуги. И это вот некий такой начинающий уровень, да, то есть эти люди, у них ценники будут где-то в районе от 5 до 10 тысяч рублей в час. Если говорить о финансовых советниках, опыт которых там с 2005-го, с 2010-го годов, которые там серьезные консультации, у них, если мне память не изменяет, составление личного финансового плана где-то 100-150 тысяч рублей, составление инвестиционного портфеля 50 тысяч рублей, рекомендации. Кто-то берет 1%, ну вот я точно знаю одного человека, да, кому я доверяю, чему подход не нравится, вот действительно независимый человек, он просто берет 1% от размера портфеля, который в управлении, но если память не изменяет, но не менее 250 тысяч рублей. То есть нужно понимать, что если 250 тысяч рублей и 1%, ну вот размер капитала, который у человека должен быть. Но у меня там требование капитала от 100 миллионов, мое вознаграждение 20% с чистой прибыли, превышающей ставку рефинансирования Центрального банка, никаких менеджментов и перформансов, то есть полученной прибыли 20%. В принципе, если говорить о финансовых советниках, которые действуют в рамках правового поля, то в этом случае они должны быть в реестре ЦБ, это является индивидуальной инвестиционной рекомендацией под человека. Здесь возникает, в чем роль финансового советника такового. То есть есть человек, у которого есть капитал. Роль финансового советника заключается в том, чтобы опросить человека, то есть первая фаза, которая должна быть, интеграция, как распознать финансового советника, должен быть опрос. В рамках опроса, соответственно, делается анализ текущих активов, где они размещены, с какой доходностью они размещены, как часто получается доходность, какая у него доходность. По методу дисконтированных денежных потоков, какой размер капитала это превратится, какая амортизация, какие отчисления идут, какие затраты на содержание, если это недвижимость, какой размер активного дохода, сколько размера расходов, каким образом обеспечивается финансовая безопасность семьи всей, сколько иждивенцев, сколько планируется иждивенцев, сколько возраст родителей, какое состояние здоровья у родителей. Исходя из этого, соответственно, разрабатывается финансовый план. То есть когда человек планирует отойти от активной деятельности, насколько уменьшится размер его активного дохода, какой уровень активного дохода должен поддерживаться, какая безрисковая ставка изъятия капитала, какой размер капитала в этом должен быть. Соотнесение тех финансовых инструментов, которые есть сейчас у человека Тем целям, которые он хочет достигнуть То есть насколько доходность активов, которые сейчас Обеспечит ему к его сроку выхода на пенсию Обеспечить ставку безрискового изъятия капитала Которое бы поддерживало уровень его трат Или если этот уровень трат вырастет За счет того, что образование детям давать Что семью нужно будет поддерживать Себе чекап и семье проходить ежегодно То есть насколько он будет поддерживаться Этот уровень жизни Если мы понимаем, что это не пересекается Ну то есть эти активы не позволяют достичь этих целей То в следующем дается какая-то определенная рекомендация То есть здесь сократить долю недвижимости Здесь вот этот риск защитить через такое-то Часть средств направить в акции Часть в семейный фонд Где вы собираетесь в принципе жить в России за рубежом Какая доходность вам нужна валютная Какая нужна рублевая И то есть задача финансового консультанта Соответственно дать некую рекомендацию Что делать со своими активами Как их ребалансировать Где есть какие-то риски Как провести на оптимизацию налоговую Куда обратиться Или у них у самих могут быть такие сервисы И тогда получается Когда человек говорит, что я там Со своими 500 тысячами пришел к финансовому советнику Он мне сказал, куда положить Ну блин, это Я знаю даже, что сказал финансовый советник Он ему продал накопительное страхование Или он ему продал какой-нибудь коробочный продукт пив Чтобы больше в глаза этого клиента не видеть Но просто по одной простой причине Потому что финансовому советнику, финансовому консультанту Если он профи, если он во всем этом разбирается Работать с капиталом меньше, чем 1-2 миллиона долларов неинтересно То есть если капитал меньше Ну любой человек должен понимать Что если он приходит с капиталом в 30 тысяч рублей Он не получает полноценной консультации Потому что тот, кто сидит на противоположной стороне Он спрашивает Сколько у вас денег? 30 тысяч рублей Сколько вы будете ежемесячно инвестировать? 10 тысяч рублей Он считает Так 10 умножить на 12 120 плюс 30 150 тысяч рублей Если я ему продам пив То с этого компания заработает в среднем 8-10% Со 150 тысяч рублей Ну пускай в лучшем случае будет 10% Это 15 тысяч рублей за управляющей компанией Мне из этого отдадут 30% В лучшем случае, если нормальная компенсационная модель Отдадут с 15 тысяч 30% 5 тысяч рублей И он на любого человека, который приходит с 30 тысячами рублей Он смотрит на него как на мудака, который забирает его рабочее время Потому что он с него ничего не получит И он, соответственно, заряжен Просто адски заряжен Продать ему наиболее маржинальный продукт И поэтому мы сталкиваемся с тем Что когда человек сталкивается с финансовой индустрией И он хочет Что так как у него знаний недостаточно Так как у него опыта недостаточно Он хочет прийти в профессиональную компанию Где ему профессионально окажут услугу И скажут, что сделать Как сделать Куда инвестировать Сколько инвестировать А так как обратная сторона По другую сторону От стола Сидит человек, у которого есть план План по количеству продаж Валовой выручки И сколько нужно заработать С этого Он понимает, что Ему этот клиент не интересен как таковой И он не интересен в принципе брокерской компании По-хорошему этот человек должен дистанционно открыться И вообще ни с кем не взаимодействовать И получается как раз вот эта ситуация Богатые богатеют, бедные беднее Потому что богатый Если у него есть капитал Ну пускай там 30 миллионов 50 миллионов Это уже интересный человек Ему уже сразу предложат там общаться Со старшим менеджером С финансовым советником С каким-то личным брокером Еще что-то Он понимает Потому что если там даже С 30 миллионов Заработает компания даже 5% Это уже получается хороший доход И для компании И для того, чтобы содержать Этого консультанта дорогостоящего Когда мало денег Это, ну как называется Длинный хвост Который вообще никому не нужен И поэтому им продают Маржинальные продукты Им продают коробочные продукты Им продают что-то такое Вот купи Вот вкладывай туда И не подходи больше И вот это вот бета О которой мало кто думает О которой мало кто работает Я соответственно задумался об этом Создал проект Миллион за 8 Интересная история Которую просто можно изучить Посмотреть как это работает И здесь все очень просто Что хочет узнать Опять-таки Человек от консультанта Он хочет Достичь определенной Финансовой цели В определенный срок При определенных ресурсах Я соответственно говорю Ребят, смотрите Давайте проще подойдем Я лично Я хочу Чтобы у меня у каждого ребенка Был миллион долларов И я не жду Что это произойдет завтра И не жду Что это произойдет через 5 лет Потому что У меня Чтобы это обеспечить Я могу на каждого ребенка В год выделить 2700 долларов Максимум И поэтому у меня Соответственно Более длинный горизонт Инвестирования 15-20 лет Если мы с вами совпадаем Что у вас есть цель Миллион долларов У вас есть возможность Инвестировать 2700 долларов В год При этом По 100 долларов Каждый месяц Один раз в год 500 долларов На новый год И 1000 долларов На день рождения ребенка Все 2700 получилось Вы согласны С горизонтом В 15-20 лет Вы согласны С целью Миллион долларов Мы совпадаем С вами по возможностям Вы будете получать То куда я Для своих детей Вкладываю Денежные средства И это честно Да Я не погружаюсь В вашу личную Финансовую ситуацию Я не определяю Ваш горизонт Инвестиций Я не Понимаю С каким риск профилем Я в этом случае Столкнусь Но при этом Если мы совпадаем По этим ключевым параметрам А финансовый советник В процессе опроса Ему как раз таки Что нужно понять Ему нужно понять Горизонт инвестирования Ему нужно понять С каким капиталом Он оперирует сейчас И сколько человек Сможет еще до вносить И соответственно Он оперирует Целью В деньгах Какую цель Нужно достигнуть Исходя из этого Он составляет Определенный инвестиционный план Поэтому я говорю Я инвестиционный план Составлять не буду Я буду делать сам Но прежде чем я сам куплю Я вам скажу Что я лично покупаю У меня опыт в этом С 2005 года Хотите присоединяться Велком Не хотите Считайте что это дорого Что вы найдете Другого человека К которому Вот вы придете Просто на рынок И скажете У меня есть 2700 долларов в год Стань моим Инвестиционным консультантом Он скажет Вопросов нет 150 тысяч За личный финансовый план 50 тысяч каждый год Ты будешь платить Для того чтобы Мы осуществляли Ребалансировку Я буду твоим Финансовым консультантом Человек скажет Да ну Как так Не Дорого Я пошел Вон там Брокеров много Они мне сейчас там Расскажут Приходят туда Вот вам структурная нота Вот вам накопительное Страхование жизни Вот вам наш замечательный Поевой инвестиционный фонд С внутренней маржинальностью Там 4,5% Которую каждый год Будете отдавать Ну вот есть человек Разумный подход Нормальный Честный подход Он говорит Я беру 1% От всего капитала Я этот 1% Отбиваю У меня есть инструмент Который позволяет Это сделать Но при этом Я понимаю Что там Капитал У человека Должен составлять На минимум 100-150 миллионов рублей Когда приходит Человек со суммой 150 тысяч рублей Но у советника Возникает Закономерный вопрос Я возьму 1% От 150 тысяч Это получится 1500 Зачем мне это? Кому это может быть нормально? Это может быть Бывшему Консультанту Которого уволили За невыполнение правил В брокере Или в банке В рамках работы В брокере Или в банке Он получил сертификат Профессионального участника Рынка ценных бумаг Он выставляет Этот сертификат Везде Но он там Просто элементарно Не удержался И теперь он начинает Используя Современные Социальные сети Продвигать эту историю Взяв Тезисы Из каких-то Книжек Наиболее умных И смотришь Люди 20 лет 25 лет Они там Выдающиеся Инвестиционные Консультанты Я говорю Ребята Покажите Пожалуйста Что вы сделали В 2008 году Что было С вашими портфелями В 2008 году Я еще в школе учился В 5 классе Ага Понятно Что вы делали В 2014 году И здесь вопрос Одного битого Двух небитых Дает И здесь получается Что вот это Оно как бы не стыкуется То есть хочешь получить Хорошую услугу Нужно много денег Чтобы было много денег Нужно чтобы тебе Хорошо оказывали услугу И оно постоянно рвется И ты никак не можешь Ты хочешь перейти Вот сюда На эту сторону Света Чтобы тебе Хорошие качественные Услуги оказывали Но математика Не бьется У этого человека И здесь получается А как решить Я надеюсь Что получилось В 2018 году В этом году У нас получается Вот уже Сколько Две недели Как 5 лет Действует проект Где выигрывают все Ну то есть Это по сути Голубой океан Прикорная история Где нет конкуренции Потому что Большим Крупным Брокерским Компаниям Эти клиенты Не интересны Мы вместе В одной лодке На одном плоту Достигаем Большую цель Обеспечения Финансовой свободы Себе или своим детям Через развитие Интеллектуального капитала В первую очередь